Хочу обратить Ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby D.N.UA. Ассортимент магазинов рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить Ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает Ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. Hobby D.N.UA. Это Твои увлечения. Всем друзьям большой привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот здоровенная коробка, которая размером практически с мой рабочий стол. Наверное, самая большая коробка в моей практике. Это, как видите, модель Boeing 777-300ER от фирмы REVEL. Хотя злые языки утверждают, что это перепак звезды, я не буду это опровергать или утверждать. Вполне возможно так и есть, тем более, что в информации данных производителя все-все-все-все пишется про Германию, про Германию. И только в конце маленькими буквами написано Made in Russia. Сделано в России. То есть, скорее всего, это правда. Хотя компания Звезда не упоминается нигде. Итак, масштаб 1144, 147 деталей. Обещают в длину более полуметра, а конкретнее 51 сантиметр. И размах крыльев тоже 45 сантиметров. Тоже почти полметра. Ну, как видите, модель не маленькая, скажем прямо здоровенная. Мне ее, как бы, после сборки поставить будет некуда абсолютно. Поэтому было принято такое волевое решение разделить этот самолет на две части и сделать две отдельные не связанные друг с другом диорамы. Вот, наверное, так я и поступлю. Но пилить самолет мы будем потом. А сейчас давайте посмотрим, что в коробке. Коробка красочная. Как видите, с одного борта мы видим несколько фотографий уже готовой модели. Куча всякой информации. С обратной стороны фирмы Ревел нам рекомендует краски, цветовую палитру, инструменты, химию и небольшая такая раскладка литников. Уровень сложности в виде 4. По их классификации не ясно нам до конца. Ну и посмотрим, что в коробке. В коробке нас встречает инструкция. Мы ее посмотрим попозже. И запакованный пакет набор литников. Также никому не нужна бумажка с кое-какой информацией. И самое интересное, это декаль практически на всю ширину коробки. Ну, все мы посмотрим подробнее чуть-чуть попозже. Сейчас я перестал ее камеру. Вскрою пакет и мы все посмотрим поближе. Так, ну и начнем с декальки, раз я уже начал показывать. Значит, декаль у нас сделана в Италии. Отпечатано, что нам показывает эта вот надпись. То есть, скорее всего, даже если это перепага от звезды, то в звездовской модели, скорее всего, декаль будет другая. Что мы видим? Декаль на хвост, такая вот с изображением 777. Ливрея такая, видите, в виде китая, я бы сказал. Такая раскраска китовая. Выделение стекол кабины пилота. Также куча иллюминаторов выделяется. То здесь еще такого, вот эти вот понятия пока не могу, что это за штучки. Надо будет изучать инструкцию, зачем они нужны. Тоже, что это за стрелки, непонятно пока мне вообще. Вот это, может быть, я так подозреваю, двери. Хотя могу ошибаться, опять-таки все. Надо изучать. Ну и вот надписи Boeing. На белом фоне две такие надписи. Нам показывают, что это действительно Boeing. И, кстати, на коробке тоже было указано, что сделано по лицензии Boeing. То есть, у нас ничего не воруется, все по-честному. После декалей логично показать стекляшки. Значит, они были вот упакованы в такой вот отдельный пакет, как раз по форме стекляшек. Ну и, что могу сказать, панели с иллюминаторами, передние стекла и еще два, наверное, каких-то ходовых огня. Ну, стекляшки как стекляшки, иллюминаторы как иллюминаторы. Короче, не есть. И слава богу, больше о них я ничего до сборки сказать не могу. Инструкция представляет собой книжку, цветную книжку, красивую. Впрочем, как и остальные инструкции от фирмы Revell. Вот, кстати, значок официальной лицензии Boeing. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, первая страница, как всегда. Revell показывает нам наглядно, как будет для дурачков. Что, как делать, что, как не делать. Это нам, по сути, не очень интересно. Затем идет условное обозначение на разных языках, в том числе и на русском. Это удобно. Можно изучить и облегчить себе работу при сборке. Опять-таки, цветовая палитра. Непонятно, под какого производителя. Скорее всего, под их родные краски по-древелловске. Но есть описание на разных языках, в том числе и на русском. Можно будет подобрать цвет той фирмы, которую вы как бы юзаете. Расположение деталей на литниках. Как видим, литников совсем немного. А, Б, С и цветная, Д. И идет непосредственно сборка. Сразу мы для себя должны определиться, в каком варианте мы собираем. Версия А, это с выпущенными шасси, как бы стоящие на земле. Или версия Б, с убранными шасси, как бы летящие в полете. Начинают они со стекления. Конечно, интересное такое решение. Видите, потом корпус надо красить. Это надо маски на каждое стекло. Короче, бру. Я, честно говоря, самолеты не строил еще, тем более, такие. И я смотрю, что уже с самого начала нам дают такие задачи, с которыми справиться. Ну, как бы можно, но долго, нудно и муторно. Ну, посмотрим. Опять-таки, нам надо, как и во всяких самолетах, утяжелить нос, чтобы у нас не клевал, на задницу не садился. Ну, и дальше идет сборка, крылья, корпус. Довольно-таки подробная инструкция. Не мельтешат, не налаживаются картинки одна на одну. Все, по-моему, достаточно понятно и просто. Собирается двигатель. Причем целый разворот на сборку этих двигателей нам дается. Установка двигателей на крылья. Сборка шасси, опять-таки, нам показывают, для какого конкретно варианта этот этап нужен. Тоже достаточно подробно, достаточно подробно показана сборка шасси. Установка их. И вот такой вот разворотец у нас идет. Несколько видов окраски, я так понимаю. Первая часть, это, скорее всего, краской красим, мы его выкрашиваем. Какие-то вот маски даются. Честно говоря, надо еще разобраться, что это за маски, как они клеятся, не клеятся, или что с ними делают. Не знаю, посмотрим. Опять для меня это все в набью. А здесь, я так понимаю, нижний вариант, это уже декали. Декали, потому как он, видите, такой вот полосатый, как кит. Продолжение покраски, вид сверху, вид снизу, чтобы мы понимали, что да как. Ну и опять, опять вот эти маски, перевести надо будет, что они хотят, чтобы мы с этими масками сделали. Как видите, нужно вырезать и куда-то наносить. Интересно, ну посмотрим, я опять-таки повторюсь. Никогда не собирал самолеты. Посмотрим, опыт одет. Ну и последний разворот очень информативный. Здесь вот 18-19 страницы, абсолютно белые, пустые. Для заметок, скажем так, можно что-нибудь нарисовать, написать, записку и так далее. И последняя страничка, такая же самая, с надписью «Revel». Вот, в принципе, и вся инструкция. Судя по инструкции, как бы все нормально. Ну давайте посмотрим, что теперь литники. Даже не знаю, как бы им показывать, но так буду пролетать, как на однистом кукушке. Вот у нас такой вот здоровенный корпус, вернее, часть корпуса. Вот здесь вот, наверху какие-то, видите, два пупырышка. Но, скорее всего, они нужны, потому как они сделаны очень красиво. Это вряд ли косяк литья. Ну а так, если так вот на свет посмотреть, есть какая-то расшивка. Что с ней делать, я не знаю, не особо мне эти расшивки удаются. Ну а так, вроде бы, вроде бы все нормально. Вторая часть, точно такая, только зеркальная. В обратную сторону летит наш самолет. Ну, что вы хотите, 51 сантиметр вот этого счастья. 51 сантиметр. Будет он у меня резаться напополам. Несчадно. Крылья, верхняя часть крыла. Левого и правого тоже тут страшивочка. Но я так смотрю, ребята, на эти ни облоя я не вижу. Никаких-то таких утяжин или чего-то такого страшного я пока не вижу от слова совсем. Пластик белый, не знаю, как он у нас в обработке будет. Пока все хорошо. Нижняя часть крыла дана в отличие от верхней одной деталью. Здесь, как видите, часть корпуса у нас еще. Место под установки двигателя. Вот так это все выглядит. Смотри, смотреть неинтересно. Сколько на него идет клея и краски, непонятно. Так, ну и теперь пошли такие вот интересные, такие летники. Это у нас то ли часть хвоста, то ли задняя, как они, рули высоты. Не знаю, еще тяжело сказать. Надо будет посмотреть по инструкции. Шасси. Вернее, колеса. На шасси. Это подотребаю на одну сторону. Тоже элементы шасси. Это что-то у нас под двигатель, наверное, я так подозреваю. Вот, кстати, тоже, да, элемент двигателя. Внутри вот эти лопатки. Вот, смотрите, скорее всего, переднее колесо, потому что у нас одно. Передние стойки колеса. Ну, как бы прикольно, но вопроса нет. Посмотрим, как это будет все стыковаться. Но пока вроде бы все красиво. И последний летник, он тоже похож на первый, но немножко все-таки другой. Вот здесь деталька оторвалась. Я вам ее покажу попозже. Опять ряд колес. Тоже части нашего самолета. Это, скорее всего, что это? Похоже на подставку, что ли? Не знаю, ребята, про подставку ни слова в инструкции не заметил. Но такая штука похожа на подставку. Хотя нижней части подставки тоже я нигде не вижу. Может быть, я не прав. А может быть, это что-то, опять-таки, или с хвостом связанное, или что-то, что-то такое непонятное. Но обращу ваше внимание, что подставки я не заметил. А там детали довольно-таки крупные, что пропустить невозможно. Опять-таки, я так подозреваю, это что-то на двигателе у нас. Еще одна болтающаяся деталька. Такая же была у меня оторвана. И, кстати, об оторванных деталях. Вот из пакета я достал три оторванные детальки. Но детали крупные, потерять их тяжело. Тем более, они были все в пакете. Пакет был запечатан полностью. Поэтому, я думаю, что комплектность вся на месте. И она не растеряна. Вот такой вот был обзор на такой вот самолет. Не хочу показывать коробку по обычаю. Потому как, вы помните, она очень здоровенная. Ну и так, все-таки, скажу в двух словах, что же я хочу сделать из этого самолета. Значит, я его хочу распилить вот так вот по крыльям, по диагонали. Чтобы у нас получалось две части. Передняя часть с одним крылом и задняя часть с другим крылом. С передней части это будет диорамка, скажем, назовем ее сквозь грозу. Будет вылетать самолет из туч. Где-то на просторах интернета видел подобную работу. Очень мне понравилось, хочется повторить. Задняя часть будет попозже, второй по очереди. И там будет диорамка на основе фильма, не фильма, а сериала «Лост» затерянная. И там вот будет этот самолет, задняя часть, по крайней мере, после крушения. Там где-то двигатель, пол крыла, может быть хвост. Будет вода, будет там пальмы, песочек, люди. Что-то типа такого. Типа «Лоста» после крушения. Вот такие планы на этот самолет. Ну и все, больше не сказать, как бы, нечего. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, проверьте вашу подписку. Говорят, YouTube там что-то чудит, делает большую чистку, удаляет, по его мнению, ботовские каналы и так далее. То есть, как бы, можно случайно впасть под раздачу. Поэтому проверьте, не слетела ли ваша подписка. Если слетела, подпишитесь. Если вы вообще не подписаны, подпишитесь как новый подписчик. Ставьте лайки. Там где-то колокольчик нажмите, если есть возможность и желание. Помочь каналу, то милости прошу на Patreon. Все. Всем удачи и всем пока.